всем доброго времени суток на связи канал интернет полезности меня зовут андрей в этом видео мы познакомимся с краном bitcoinker.com вот ну и для этого краника мы настроим бота который будет собирать на этом кране сатоши на полном автомате в отличие от других ботов обзоры на которых есть на моем канале для этого бот для получения этого бота вам не нужно становиться моим рефералом ссылочка на скачивание данного бота будет в описании под видео и так bitcoinker.com раньше если не ошибаюсь у данного крана был другой интерфейс и платил он моментально на кошелек хапо но с момента введения кошельком хапо комиссии на входящей транзакции меньше там 30 с чем по 1000 сатошей данный краник в общем перешел на накопительную систему то есть здесь вы собираете сатоши они накапливаются до минималки здесь минималка 20 тысяч сатоши и если вы набрали минималку то по воскресенье по воскресеньям сайт выплачивает вам ваш сатоши на ваш кошелек так ну сейчас мы находимся на главной странице этого краника вот так он выглядит так у него сейчас лаконичный интерфейс ну конечно есть куча рекламы но всю рекламу я заблокировал с помощью плагина request policy так значит давайте немножко пробежимся по крану кран очень хороший кран пятиминутный то есть он раздает каждые пять минут сатоши причем раздает весьма неплохо давайте проверим я вот взял статистику своего bitcoin адреса для того чтобы собирать здесь сатоши вам нужно всего лишь ввести bitcoin адрес в данное поле решить капчу сольф медиа и нажать клейм биткоин после чего вы получаете быть определенную выплату вот который аккумулируется на вашем балансе так в разделе чек адрес можно проверить ваш биткойн адрес на которой вы собираете его допустим я сюда убил свой bitcoin адрес и вот могу посмотреть свою статистику так смотрите краник платит весьма неплохо и минимум он сыпит 40 сатош каждые пять минут но конечно же собирать каждые пять минут целый сут целыми сутками это слишком большая халява поэтому на данном кране есть ограничение вы можете собрать не более 120 раз в сутки но даже если вы будете собирать 120 раз в сутки вы получите большую сумму большую чем в сутки дает фрибиткоин смотрите вот сутки фрибиткоин дает 3 504 так это я тут только что считал разделить на 24 да сейчас он дает 146 сатоши в час давайте посмотрим да вот видите 146 сатоши в час умножаем на 24 получаем 3 500 вот а биткоин кирсыпит минимум 40 сатоши каждые пять минут ну и допустим посчитаем по минималке посчитаю 120 умножаем на 40 это 4800 я считаю по минималке потому что кран бывает и не поболее и 50 и 150 в общем 65 один раз не повезло он насыпал мне 10 тысяч а тоши за раз так что еще в общем да вот кран такой пятиминутный капча с альф-медиа если установлен флэш плагин то как правило ну если айпи хороший то здесь может идти ровно флэш капча которую боты будут решать вам совершенно бесплатно если он не сможет ее решить он делает четыре попытки если не решает ее то есть полут появляется грязная капча которую невозможно решить боту отправляется в ожидании на пять минут то есть руках здесь не используется потому что не выгодно так ран платит допустим вот моя статистика выплачена была выплачена была сумма последний раз вчера 20 250 сатоши вот ссылка на данную транзакцию но я вам покажу эту сумму своем кошельке coinbase кошелек coinbase где он вот мой кошелек его данная транзакция вчера было 30 апреля вот плюс 20 250 сатоши то есть краник платит так ну собственно по обзору все здесь что краник мне нравится то есть просто вводим bitcoin адрес решаем капчу и получаем выплату накапливаем 20 тысяч минималку воскресенье получаем выплаты супер просто так есть реферальная система здесь есть 15 процентов просто к адресу сайта вот присоединяется ваш реферальный идентификатор в качестве которого служит ваш bitcoin адрес раскидывайте реферальную ссылочку там в интернете чтобы привлекать до рефералов и зарабатывать больше так что еще раздел без bitcoin фаусы здесь есть также баннеры на краны которые платят здесь их немного в принципе так мой раздел что такое bitcoin и bitcoin новости так принципе все давайте приступим к настройке а бота для этого крана опять-таки буду рассказывать с полного нуля потому что вдруг данное видео будут смотреть люди которые не знакомы с моими видео о ботах и вообще будут все это делать в первый раз если вы уже с этим знакомы то просто можете скачивать бота по ссылке из описанию из описания к видео итак мы будем использовать я буду показывать на примере mozilla firefox portable то есть портабельная версия но вы можете попробовать использовать и обычную mozilla кстати если у вас уже есть mozilla firefox portable или установлена обычная mozilla то на моем канале есть видео как запускать несколько копий mozilla firefox так значит идем на страницу скачивания mozilla портабельных ссылочка будет в описании под видео и здесь так секунду вот данная ссылочка мы здесь скачаем mozilla портабельную 47 версия она хорошая она старенькая но она стабильно работает и хорошо дружит вот с ай макросом так кликаем вот сюда вот сорок седьмая версия и скачиваем допустим скачиваем русскую версию да кликаем сюда и скачиваем установочный файл но она у меня уже скаченная поэтому я скачивать не буду сразу перейду к установки так запускаем установочный файл так жмем далее по умолчанию портабельная mozilla ставится в ту же папку куда вы скачали установочный файл так вот папочка установки нажимаем установить идет распаковка немного подождем потому что у меня здесь куча всего работает немножко медленно будет так все готово так ставим галочку запустить mozilla firefox portable audition нажимаем готово и вот запустилась наша свежескаченная mozilla версии 47 0 так давайте развернем на весь экран для удобства вот эту ерунду сразу можно удалить с панели инструментов значки так это можно оставить так сразу же мы идем в раздел about то есть пишем в адресной строке about двоеточие конфиг соглашаемся что мы будем осторожны кликаем сюда так ищем настройку то есть ищем в поисковой строке browser.tabs ну и хватит вот данная настройка которая нам нужна browser tabs close window из last tab кликаем по ней двойным щелчком чтобы значение изменилось на false то есть для чего это нужно мы делаем так чтобы браузер не закрывался при закрытии последней вкладки вот так вот так ну я слишком рано ушел в раздела настройки опять туда вернусь about двоеточие конфиг и здесь нам еще сделал нужно сделать очень важную вещь в поиск мы пишем xp install xp install и находим такую настройку которая называется xp install.assignatures.required и кликаем по ней двойным щелчком чтобы значение изменилось на фальс это нужно сделать для того чтобы при установке расширения mozilla не требовала подписи потому что если мы этого не сделаем мы скачаем сюда и макрос а мы скачаем и макрос не последний а предпоследний версии и если мы этого не сделаем то мазила будут на нее ругаться и его общем данный макрос удалит вот чтобы не было таких вот вещей чтобы мазила не удаляла нашим макрос мы ставим такую настройку чтобы она не спрашивала о расширении подписи так все значит дальше идем меню настройки быстренько пробежимся по настройкам так при запуске firefox выберем показать пустую страницу так что еще давайте на всякий случай поставим точку вот здесь потому что мне писали в комментариях что если ставить точку вот здесь то якобы лучше прогружается flash captcha поставим здесь послушаем послушаю своих подписчиков своих зрителей так в разделе поиск все это нам не нужно снимаем галочки так содержимое оставляем как есть приложение оставляем как есть приватность оставляем как есть так защита если мы снимаем вот эти галочки так синхронизация оставляем как есть дополнительные здесь все снимаем кроме для кроме галочки по возможности использовать аппаратное ускорение так выбор данных снимаем эту галочку чтобы никакие отчеты не отправлялись так сеть сеть можно здесь выставить кэш побольше так обновление и мы здесь ставим точку чтобы никогда не проверять наличие обновлений и снимаем галочку использовать фоновую службу для для установки обновлений и снимаем галочку чтобы не обновлялись плагины для поисковых систем так в принципе все так настройка закончена теперь оставим наш ай макрос любимый так и макрос ставим предыдущую версию так пишем в поисковой строке вернее в адресной строке и макрос old versions кстати у меня вот здесь такая была проблема то что когда я сюда вводил в поиск у меня в общем ругался браузер что соединение не защищено и меня не пускал вообще ни на гугл ни на яндекс если у вас такое будет то проверяйте системную дату и время у меня дата и время правильно у меня из антивируса такая проблема была у меня касперский интернет секьюрити я его отключил и благополучно меня пускает вот на сайт и не ругается на устаревшие сертификаты так ай макрос old versions так кликаем сюда переходим на страницу скачивания расширения и здесь мы вот как раз таки скачиваем именно вот файр файл ай макрос 8 9 7 нажимаем add to firefox установить так перезапускаем браузер перезапускаем браузер так и сразу же идем в дополнение расширение вот он наш ай макрос мы нажимаем подробнее и сразу же кликаем вот сюда отключено чтобы ай макрос не обновился потому что новая версия на более косячной работы так ай макрос мы поставили ну и теперь давайте мы поставим request policy дополнение плагин request policy кликаем сюда request policy установить так перезапускаем перезапускаем нажимаем окей так все request policy поставился так и последнее что нам нужно сделать браузером это перейти в плагины здесь мы все выключаем никогда не включать кроме shockwave flash если у вас вдруг не будет shockwave flash то вы идете опять таки в поиск пишите adobe flash нажимаем разрешить в плагине request policy идем сюда так а секунду разрешить запросы код яндекс кизет вот переходим на сайт adobe выбираем adobe flash для нашего браузера так вот windows 64 бита русский firefox эту галочку нафиг снимаем нажимаем остановить сейчас скачивается установщик мы его запускаем и устанавливаем adobe flash в нашу систему после чего перезапускаем браузер но я этого делать не буду потому что у меня flash уже стоит так ну и так все таки наверное давайте попробуем потому что нужно кое-что сделать установить сейчас установить сейчас скачивается установочный файл решить запрос adobe.com так секунду давайте заново быстренько я сделаю все это так так ладно не буду я тратить вашего а вот все запустился сохранить файл запускаю я его соглашаюсь так установка скоро начнется загрузка пошла так для чего это все показываю для того чтобы вы правильно настроили вашего бота опять таки повторяюсь что те люди которые знакомы уже с моими ботами являются моими рефералами то они все это в принципе уже знают так хочу обновить адоба флэш почему потому что здесь должны быть настройки вот может быть просто здесь версия стоит старая здесь должны быть настройки опять таки шоквейв флэш у него нужно отключить защищенный защищенный режим потому что опять таки если мы отключим защищенный режим лучше будет прогружаться в флэш капча так устанавливается готово так все перезапускаю запускаю опять нашу свежескаченную мою так вот она да идем в дополнение шоквейв флэш так ладно настроек короче в общем тут нету но если у вас будут здесь настройки вот возле шоквейв флэш вот такая кнопочка вы по ней кликаете и там внизу отключаете в общем этот отключаете снимайте галочку использовать защищенный режим так быстренько кликаем по ай макросу ай макросу менедж давайте опции быстренько скорость ставим быстро скреллировать на объект вставляем подсвечивать объект снимаем чтобы экономить наши системные ресурсы здесь я выставляю 120 так 120 показывать java script я оставляю так security так пути здесь ставлю галочку чтобы использовать сохранять данные в папочке профиля рекомендовано фаерфокс портейбл то есть смотрите по умолчанию да вот скрипты ай макрос сохраняться в пути c users пользователь документ ай макрос ай макрос макрос вот а я же ставлю галочку чтобы данные сохранялись именно в папочке у родной папочки mozilla ой фокс портейбл так ну и в принципе все наверно так apply все так давайте я сейчас закину туда нашего бота спортейбл 108 так биткоин кир копировать так вот папка ваша с mozilla фарфокс портейбл сюда идете в нее дата профиль ай макрос макрос и сюда ее вставляете скрипт биткоин кир . gs так дальше открываете его ноутпадом плюс плюс либо редактируете встроенным редактором ай макроса обновил список нажал вот он здесь появился давайте покажу встроенным редактором ай макроса редактировать так что нам здесь нужно сделать так листаем вверх значит в первой строчке здесь есть путь вот пас путь к папочке капном в архиве с ботом будет идти папочка капном ее по умолчанию нужно будет закинуть в корень диска c c капном в общем корень диска c дальше одиннадцатая строка здесь у нас между кавычками вы аккуратно вписываете свой bitcoin кошелек мой bitcoin адрес на который будет накапливаться собранные вами сатошики так ну и в принципе все здесь больше ничего делать нужно здесь есть кое-какие настройки но они по сути вам не нужны потому что они не на всех браузерах будут корректно работать все что здесь уже надо все уже настроено нажимайте safe and close так теперь для своих рефералов друзья я поясню допустим у вас уже есть папочка капном на жестком диске c да в принципе он может использовать одну папку но если у вас уже работает бот с данной ну другой бот с данной папкой то могут быть какие то конфликты поэтому чтобы не было конфликта для каждого бота нужен своя нужна своя папочка капну скопировать ее как папочку for bot допустим для бота фри биткоина не недостаточно поэтому нужно еще менять пути давайте я вам покажу на примере ну допустим вот у меня уже есть тут куча папок капном давайте я скопирую девятую для начала ее копируем c c c так это не нужно архив папочка сольвы папочка сольвы здесь смотрите вот есть вот эти все файлы все файлы кроме кроме сольвы эксе если мы откроем любой файл допустим нотпадом плюс плюс или допустим даже блокнотом я открою вот здесь есть путь видите здесь есть путь и нужно чтобы этот путь совпадал с названием вашей папки допустим я создал папку капну 10 а путь прописан капном 1 и поэтому получается что во всех этих файлах нужно прописать место капном 1 ну в моем случае капном 10 можно вручную но вручную муторно поэтому что мы делаем мы делаем так вот опять таки подойдет тех у кого установлен нотпад плюс плюс открываем допустим первый файл обе пички ноутпад плюс плюс нажимаем кнопочку замены вот здесь и мы вот кликаем сюда найти файлах и говорим ему что нужно найти капном 1 ну я вот я показывал на своем примере капном 1 и заменить это везде на капном 10 так указываю папку в которой нужно это все сделать вот капном 10 который только что создал окей ставим галочку только целое слово учитывать регистр и нажимаю так ставлю галочку во всех подпапках и нажимаю заменить в файлах соглашаюсь все ноутпад ищет все файлы в которых есть вот такой вот путь и меняет путь на нам ну тот который мы указали с капном 1 на капном 10 видите поменялся путь правильно на правильный был капном 1 стал капном 10 давайте для проверки проверим любой файл допустим вот flash.php вот капном 10 вот таким образом короче можно размножать папочку капном на вашем жестком диске потому что если у вас будет у вас будет несколько ботов для которых нужна эта папка вот то эту папку нужно вот так вот копировать и размножать и соответственно соответствующим образом прописывать пути так вроде бы все давайте проверим работу нашего бота все мы настроили давайте запускаем биткоинкер а секунду 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 нажмем на паузу вот зашли на биткоинкер и здесь давайте мы что сделаем здесь нам нужно разрешить solvemedia.com выбираем находим на solvemedia и нажимаем разрешить запросы от биткоинкер.com к solvemedia.com так экранник обновляется и также мы здесь еще разрешаем jQuery.com так вроде все вроде бы все так давайте запустим нашего бота сейчас он зашел на сайтик чуть промотаем вот пошла обработка капчи и вот и и и и и и и Так, все, бот решил капчу, ввел ее, и мы получили свои выплаты. Он зашел на статистику, там извлек необходимые данные ему, и все, и теперь он ждет 5 минут до следующего сбора. Давайте проверим, проверим, заходим на страницку «Чек адрес», «Вставить», нажимаем «Чек», извиняюсь. Так, ну и вот мы видим, что только что я получил 50 сатоши. Вот так вот, в общем, вот такой вот ботик для биткоинкера, друзья. Ссылка на скачивание бота на архив самим ботом и папочка капнула будет в описании под видео. Вот, также можете познакомиться с другими моими видео о ботах на моем канале. Если видео понравилось, ставьте лайк, если нет, ставьте дизлайк, подписывайтесь на канал. Ну, всем удачи, всем удачной работы и до новых встреч в новых видео.